Эту воду пьют 43 тысячи человек. Руководители региональной комиссии партийного контроля сами убедились в незаконных действиях недропользователей Ордобасинского района. На берегах Орыси процветает добыча и переработка песчаногравинной смеси. Мало того, для собственных производственных нужд предприниматель изменил русло реки, а использованную воду сливал обратно в реку. Эту загрязненную речную воду для подачи населения очищают. Анипаку Нызе, проработавший свыше 30 лет на ТО Тимиржоу Су Арыс, возмущен незаконными действиями недропользователей. Он уверен, что предприниматели, чтобы увеличить собственную прибыль, наносят непоправимый вред окружающей среде. Производственные отходы сливаются в реку, и никто не может остановить это безобразие. Насосная работает с перегрузом. Вода с реки очень грязная. Вода, закачиваемая прямо из Орыси, отстаивается, фильтруется в насосно-фильтровальной станции ТО Тимиржоу Су Арыс. По словам руководителя предприятия, в последнее время из-за того, что речная вода сильно загрязненная, для ее очистки много уходит времени и реагентов. Если мы раньше могли очистить 5000 кубов воды, то сейчас мы еле успеваем очистить половину объема. А ведь по договору мы должны круглосуточно обеспечивать качественной питьевой водой жителей 41-42 разъездов, Орыси, села Кабулсай и Актаз. Июль кончается, а мы уже больше половины реагентов для обеззараживания воды использовали. Если так дальше пойдет, то запасов не хватит до конца года. Взяв за основу заявление жителей города Орыси, комиссия партийного контроля Нур-Отан по Южно-Казахстанской области решила это дело довести до конца и привлечь недропользователей, использующих воду из реки в производстве без каких-либо разрешительных документов, к ответственности по закону. Все факты, указанные в заявлении жителей города Орыси, мы проверили. Оказывается, из-за отсутствия контроля соответствующих органов за работой недропользователей, они поменяли русарики. И таким образом воду применяют для промывки добытого сырья. Все это увидели и районные власти, а также природоохранники. Все материалы по этому делу будут рассмотрены на заседании нашей комиссии 15 июля. Решение комиссии будет передано в правоохранительные и надзорные органы. Кроме комиссии партийного контроля Нур-Отан по Южно-Казахстанской области, этим делом займется и областное управление по регулированию природопользования и природных ресурсов.